Вчера, как мы уже и сообщали во вчерашней же программе, возбужденное городской прокуратурой уголовное дело по факту взрыва под окнами Генконферства США на Гоголе 15-я в минувшую субботу ранним утром, статья 205 УК «Терроризм» было передано для дальнейшего производства в следственное дело управления Федеральной службы безопасности по Свердловской области. Все неотложные следственные действия уже проведены. Проводятся различные экспертизы, в частности, установлено уже, что взорван на Гоголя был, вероятнее всего, Амманал. Окончательно экспертизы еще не готовы, но уже опрошены возможные свидетели происшествия, жители близлежащих домов, сотрудники консульского аппарата, работники, располагающихся вокруг консульства и в том же здании различных учреждений и коммерческих структур. Следствие отрабатывает несколько версий. Политическую международную событие в Югославии, политическую местную. Высказывается предположение, что автостоянку перед консульством могли выбрать в качестве арены для выяснения отношений местные политические силы. Вплоть до того, что некая политсила 24-го в субботу собиралась встать у консульства с пикетом, а ее политпротивники взорвали там поутру бомбу, чтобы исключить вообще чье бы то ни было стояние в этом месте. Это, впрочем, лишь предположение, как и всякая другая версия, имеет право на существование. Проверяются бытовая версия и версия личной мести, например, кому-нибудь из владельцев пострадавших автомобилей. В первую очередь, наиболее пострадавший восьмерки «Жигули» и ее владелец, как мы уже и говорили вчера, Евгений Иванович Шилин, исполняющий обязанности заместителя начальника милиции и общественной безопасности ГУВД области, до своего назначения на эту должность возглавлявшего подразделение по охране консульства. К бытовым версиям относятся также варианты срыва. Таким вот взрывным способом обиды кого-то из наших с вами сограждан на консульство. Ну, может, визы кому не дали, или там в выезде на постоянное место жительства в США отказали. Все может быть. Проверяют в качестве возможной цели взрыва и многочисленные коммерческие структуры, располагающиеся по соседству с консульством. В том же здании есть здесь гостиница, есть бар. Может быть, все это было направлено как раз в их сторону. А может быть, все это сделал какой-нибудь нездоровый человек, шизофреник. Хотя, возможно, в прошлом и минер-подрывник специалисты отмечают, что бомба была сделана вполне профессионально. Это основной круг версий, хотя перечисления их можно продолжать еще долго. Варианты могут быть какие угодно. Мы уже говорили, что это могут быть радикальные красные, например, отомстившие вот так за прошлонедельный взрыв гипсового Ленина в Березовском. Ну, например, работа по расследованию теракта продолжается. Между тем, министр внешнеэкономических связей Свердловской области Анатолий Тарасов встречался вчера во второй половине дня со специалистами Службы безопасности посольства США в Москве, специально прибывшими в Екатеринбург. Круг обсуждавшихся на встрече вопросов – координация совместных действий по обеспечению безопасности консульского аппарата и здания, обмен опытом и все вытекающие отсюда моменты. Что-то может предложить сторона Свердловская, какие-то рекомендации может дать их заморская сторона. Усиление системы безопасности и охраны консульства планировалось и без субботнего взрыва. Об этом мы уже говорили в прошлых программах. И еще немного о взрыве вчера. В интервью агентству «Регионинформ» лидер Свердловских неофашистов Сергей Варывдин, председатель местной ячейки РНЕ, полностью опроверг обвинения в причастности к взрыву своих людей и своей организации. Обвиняли баркашовцев, в частности, коммунисты, активисты РКРП. Сергей Варывдин заявил, что у него есть алиби. В субботу он находился в области, где именно не уточняется. Телевизор не смотрел, радио не слушал и вообще, цитирую, узнал о взрыве от корреспондента «Регионинформа». Конец цитаты. И еще цитата. «У нашего движения другие цели и задачи, акцию не одобряю». Конец всех цитат. Между тем, насколько известно, ТАУ правоохранительные органы вовсе не исключают причастности местных РНЕшников к субботней взрывной акции у консульства. Мы уже говорили о самых разных политических версиях. Дополнительные подробности расследования взрыва у генконсульства в последующих программах.